Андрей Ивашко Мы сегодня в нашей передаче затронем такую тему, очень, мне кажется, важную и интересную, как ведическое образование, что это такое и каково его место в современном славянском мире. Здесь, наверное, надо будет нам дать четкое определение, что же такое не просто образование, а именно ведическое образование и как-то уточнить такое понятие или сущность, или явление, или образование, как славянский мир. Вот давай с этих моментов, наверное, начнем. Да, благодарю, Алексей. Действительно, такое словосочетание, как ведическое образование, оно появилось относительно недавно в славянском мире и ранее его не наблюдалось. Во всяком случае, речь не шла о формировании единого какого-то вектора образовательного. И сейчас возникла в этом определенная потребность. И более того, постоянно в разных городах, в поселениях, в общинах формируются свои такие образовательные инициативы. И давайте мы начнем, наверное, с того, что собой представляет вообще ведическое образование. Это явление и при этом еще и направление. Направление, в котором, можно сказать, вектор силы или тенденция, динамика. Вот это тенденция, в которой люди создают образовательные ячейки, такие образовательные инициативы для того, чтобы помочь людям овладеть теми знаниями, которые в славянском мире есть, которые в нем хранятся. И это направление не противопоставляется современной образовательной системе, государственной, социальной, социумной, как угодно ее можно называть. Оно является дополняющей ее. И зердится она на духовном элементе, в отличие от современной образовательной системы, которая духовные элементы, духовные принципы охватывает далеко не всегда. И как раз-таки нехватка людей, можно сказать, даже духовный голод в школах, в вузах, как раз нехватка духовного элемента, как со стороны обучающихся, так и со стороны родителей. Это как раз и мотивирует людей создавать альтернативу. Потому что вы помните, что в ведическом наследии основной посыл – это посыл созидания. То есть, если тебе что-то не нравится в нашем обществе, то создай что-то более совершенное, альтернативное. Или, как это сказано в народе, критикуя – предлагай. Если не нравится современная система образования, а она мало кому нравится, то в таком случае, конечно, есть потребность в создании альтернативы. И дальше люди, по сути, у них есть выбор – либо сидеть и просто возмущаться о том, насколько несовершенна у нас образовательная система, или попытаться сформировать достойную альтернативу. А это сложно. И раньше на это решались не так много людей. Сейчас все больше и больше люди берут на себя ответственность за свою жизнь в свои руки. И, естественно, что они начинают формировать вот такие вот ячейки здравого смысла, что ли, ячейки здравомыслия, ячейки духовного обучения в дополнение к современному социуму. Ну, ты сказал о том, что многим не нравится, а я знаю людей, которым реально, четко, они-то высказывают, прям так, безапелляционно, нравится то образование, которое сейчас есть. Говорят, а че-че не нравится-то это образование-то? Все нормально, хорошо, пошел в школу, закончил, пошел в институт, закончил, работу получил, система вписалась, бабло получаешь, семьи есть, чем кормить, все хорошо. Вот такие разговоры, что там, что там, они слышны постоянно. Почему ты говоришь, что не нравится? Многим вполне нравится, многих вполне устраивает. Или здесь есть какая-то подоплека, почему это должно перестать нравиться? И вообще, в этом случае не являемся ли мы какими-то революционерами, которые сейчас до основания вот это образование предлагают разрушить сложившиеся, а потом, затем, и как в песне? Да, я понимаю тебя. Ну, мы, конечно же, не революционеры, мы эволюционеры, так, если можно сказать. А касательно того, что ты так здорово спародировал с московским говором, это на деле, конечно же, каждая образовательная система соответствует своему уровню осознанности. И есть люди, которым эта образовательная система пока еще, она их устраивает, она им нравится. Но дело в том, что есть, наблюдается очень стремительная динамика ухудшения качества образовательной сферы в России в целом. Это динамика, и это не столько результат даже каких-то чьих-то авторских исследований, это скорее итог многочисленных наблюдений и родителей, и самих преподавателей, педагогов, и школьных заучей, директоров, и даже тех, кто сформирует или вынуждены формировать образовательные программы. Ну и самих детей, конечно, тоже. Да и просто, достаточно просто наблюдать за самим процессом образования, и многое станет понятно. Может быть, человек не так часто сталкивается с этим, или пока его дети, допустим, в школу не ходят, или пока еще нынешняя образовательная система его устраивает. Но дело в том, что она катится под откос, и наблюдается динамика именно ухудшения. И естественно, что мы не будем осуждать эти процессы, просто нужно отдавать себе отчет, что это есть. И дальше, исходя из этого, люди, которым пока еще нынешний уровень системы образования в России, он их устраивает, но они действительно есть. Но поскольку само образование ухудшается, образовательная сфера имеет динамику на ухудшение, то и все больше людей повалено буквально в отдельных районах, регионах, забирают детей из школы на домашнее обучение для того, чтобы хоть как-то выровнять эти процессы. Динамика ухудшения будет приводить к тому, что все больше людей будут недовольны системой образования. Но пока, конечно, нельзя сказать, что прямо все поголовно недовольны. Это, конечно, не так. Но многие, кто хотя бы начинают задумываться, заинтересовываться или хотя бы просто наблюдают, они просто приходят и сплавляют детей в школу для того, чтобы высвободить свой ресурс по времени, абсолютно не интересуясь тем, что там происходит, то, конечно, пока что это еще есть. Ну и если люди стоят на более высоких позициях, конечно, они недовольны. А раз недовольны, то они пытаются либо как-то выровнять эти процессы взаимодействия со школой, либо же сформировать альтернативу, но поначалу просто дополняющую нынешнюю систему образования, как компенсаторный механизм несостоятельности современной системы образования в обучении и в воспитании. Это касательно детей и подростков. А что касается взрослых людей, то люди выходят, обретая профессию, они получают какой-то набор технологий и возможность позиционирования себя в социуме. Однако у них нет понимания во имя чего все это, во имя чего вообще жизнь на Земле, для чего он воплотился, для чего он живет здесь. Светское образование, безусловно, нужно, однако оно не дает человеку ответы на многие основополагающие, принципиальные мировоззренческие вопросы. И поэтому возникает потребность, опять же, в компенсации этого момента и со стороны взрослых. При том, что знания, которые хранятся в славянском мире, которые были раскрыты, этих знаний вполне достаточно для того, чтобы человек нашел эти ответы. Но для того, чтобы это знание было доступно не для единиц или десятков людей, которые, собственно, это знание берегут и используют, но и для всех остальных представителей славянского мира как раз и нужна система ведического образования. Ну, вернее, это не система. Говорить о системе образования в данном случае не приходится. Это скорее такие зародыши и инициативы в экспериментальном режиме, которые двигаются на собственный страх и риск, исходя из текущей меры понимания уровня осознанности, набивают шишки, безусловно, но в процессе этих шишек эволюционируют, совершенствуются и дальше обмениваются опытом друг с другом. И поэтому то, что говорится как система образования, на деле это не система, это просто обмен опытом, пройденным этапом, который накопился в результате пройденных этапов становления каждой отдельной образовательной ячейки славянского мира. Вот давай тогда уточню. Ведь помимо тех, кто недоволен образованием, еще есть те, которые предлагают что-то. А предлагают, как правило, следующее. А давайте мы все сейчас вернемся в формат или на принципы образования СССР, то есть советского образования. Ведь всем известно, что несмотря на то, что дипломы якобы не котировались из Советского Союза за рубежом, но при этом огромное количество специалистов, которые были взращены в стенах как школы, как техникумов, так и институтов, сейчас с огромным успехом трудятся за рубежом. Не на благо своей державы, не на благо Родины, России и стран СНГ, а именно за рубежом. Это говорит о том, что никакие тут дипломы не являются доказательством, а доказательством является практика. Доказывает она следующее, что образование СССР, по сравнению с другими видами и формами образования, оно было передовое на тот момент. Может быть, исходя из этого, нам просто вернуться, да и все, и не выдумывать ничего, и не придумывать, и не вспоминать. И вот ближайшее прошлое, давайте на его основе учебники еще есть, можно что-то сделать. И все, и давайте так будем плясать. Благодарю за вопрос, Алексей. Не получится. Во-первых, историю нельзя повернуть вспять. И поэтому вернуться к предыдущей формации не выйдет. Люди уже другие, люди уже поменялись. Это первый момент. А второй момент. Даже с сильными сторонами советского образования не получится реализовать всех тех задач, которые стоят перед ведическим образованием, поскольку советское образование также стоит на антидуховных позициях. Там действительно готовили качественных специалистов, но во многом по той причине, что люди были мотивированы, кто-то был вдохновлен, а кто-то просто понимал ценность этого. В то время как потом ценность этого была утрачена, понимание этого, люди просто начали понимать, что образование им ничего не дает. И после этого оно начало валиться и сыпаться. Вопрос не в том, какое образование, вопрос в том, какой человек приходит в это образование, насколько он мотивирован и осознан. И люди по сравнению с нынешними, ныне живущими в советское время, они были более мотивированы. А потому из них получались более качественные специалисты, даже в тех случаях, когда преподавательский состав не реализовывал стопроцентных преимуществ. Но если мы возьмем не просто вопрос с советским образованием, потому что там нет духовного элемента, а мы возьмем все предыдущие известные нам формации образовательных систем, то и откатим, допустим, до царского образования, то в царском образовании был духовный элемент, но он был чисто эгрегориальный и христианский. И поэтому здесь этот момент тоже не реализует всех тех посылов, которые стоят перед ведическим образованием. А ведическое образование сегодня – это возможность сформировать принципиально новое, не вернуться к старому, а сформировать принципиально новое с учетом ведического старого, но на современные реалии. И для этого, естественно, что задачи перед ведическим образованием ставятся именно те, которые актуальны на нынешнем этапе становления славянского мира. Что есть вообще славянский мир как образование? Как ячейка, что ли, как общество в социуме нашем. Это идейно-духовная, не структурированная общность людей по святыням и по устремлениям. Они объединены рассветом сварага как целью. То есть они стремятся всеми своими действиями приблизить в процесс духовного пробуждения и возрождения или перерождения. Кому как нравится эти моменты словесно отображать. И они ориентируются в своей философии, в своих устремлениях и чаяниях на опыт предков ведической эпохи. При этом в славянском мире существуют разные, как бы так сказать, круги. То есть уровни осознанности. И на каждом уровне осознанности перед человеком раскрывается славянский мир по-своему, равно как и ведическое наследие. В славянском мире люди эволюционируют, переходя с одного круга на другой. Помните, как в старинных формулировках, волшебных заклинаниях, магических текстах? Ныне и присно, и от круга до круга. Может быть, помните? Или другой вариант, от кола до кола. Это как раз совершенствование от одного круга до другого круга. Повышение по спирали развития и по спирали эволюции. И получается, что человек, даже находясь в славянском мире, на каждом уровне осознанности, он по-другому воспринимает разные знания. Славянский мир – это новая общность, основанная на старых знаниях. То есть, эти знания были выданы в виде ключей, и дальше люди, заинтересованные в этом, начали разворачивать эти ключи так, как могут, и находить им применение. Кто-то подошел к этому как к религиозной конфессии, кто-то увидел в этом субкультуру, кто-то увидел в этом глубокую внутреннюю философию, кто-то чисто прикладные технологии, кто как подошел к этому. Но каждый прикоснулся на своем уровне осознанности и благодаря этому прикосновению начал свое движение к совершенствованию. И рано или поздно он будет менять свою точку зрения на более совершенную. Поскольку славянский мир представляет собой новую общность, которая стоит на старых принципах, можно сказать, на исконных принципах, и у славянского мира, благодаря такому своему информационному наполнению, у славянского мира есть свои задачи. И если мы берем глобальную задачу, славянский мир должен стать одной из опор духовного возрождения и перерождение самой России в Россию. Ты, Алексей, это называешь процессом формирования державы. Именно как уже более внешнее проявление, которое сама держится. Именно держится мощью родов. И это неразрывно связано и с родовым поконом, с родовыми традициями и устоями. А родовой покон, он неразрывно связан с проработкой кармических моментов и вопросов, связанных с родом. А значит, естественно, это уже больше богословско-магический такой аспект, богословско-магический вопрос, а не культурно-традиционный. Люди, прорабатывая свои кармические узлы, усиливают родовые взаимосвязи между родом земным и родом небесным, своими предками, тем самым энергетически усиливаются. И благодаря своему единению, благодаря тому, что они повышают не только силу, но и качество своих вибраций, они становятся более дееспособными и свою увеличенную дееспособность направляют на благо нашему Отечеству. Это если кратко. Если мы возьмем славянский мир, его древность, то понятное дело, что современный славянский мир, не будем лукавить себе, но современный славянский мир стартовал относительно недавно, почти три десятилетия назад, но без малого три десятилетия, в конце 80-х годов первые предпосылки появились, когда появилась тенденция. Поэтому славянский мир, поскольку он еще проходит стадию своего такого, поскольку он недавнее образование, можно сказать, это восстановление вот этого славянского мира как мини-общества в социуме, просто стоящего на немножко других изначальных, исконных идейно-духовных принципах. И эта общность проходит ускоренно, стремительно стадии своего развития. Вспомните те, кто в славянском мире уже довольно давно, вспомните еще ситуацию 15 лет назад, допустим, 5 лет назад, 10 лет назад, и то, как сейчас. Вы увидите эту разницу, разница поразительная, потому что идет стремительная динамика становления. И, естественно, многочисленные крены, перегибы, перекосы, нелицеприятные феномены являются платой за стремительность. Исходя из этого, цели и задачи ведического образования меняются в зависимости от нынешнего этапа становления славянского мира. И, учитывая, что, помнишь, Алексей, мы проговаривали на теме и кризис славянского мира, и на других темах, то, что в славянском мире наблюдается ряд кренов, перекосов, которые сами по себе неизбежны, они являются результатом даже каких-то, может быть, специфических проявлений в самобытности нашего народа на нынешнем его этапе. На нынешнем его этапе это какая-то рьяность, какое-то стремление сразу и все получить, вот это неумение ждать, отсутствие добродетели, терпения. Ну и ряд других проявлений привели к тому, что люди начали, ну и стремление, естественно, спасти всех. Русский народ, он же народ-МЧСник, ему же надо всех спасти. Это, на самом деле, показатель чистоты помыслов, искренности намерений, но здесь тоже надо без перегибов. Наблюдаются определенные крены. Из этих кренов, перегибов, болевых точек, знания славянского мира находят свое кривое отображение. И это вполне естественно. Хорошо, что оно хотя бы такое отображение находит, потому что кривое можно выровнять. И, собственно, одна из задач ведического образования как раз выровнять вот эти перекосы, которые есть в славянском мире. И на нынешнем этапе его становления тем самым способствовать его становлению. Вот как-то так. Хорошо, давайте перевод еще. Я тоже задам вопросы, которые, наверное, популярны. А есть ли у ведического образования лицензия на право образования? Нет, я думаю, что и не будет. Потому что лицензию выдает государство, естественно. А получать лицензию – это значит связываться с государственными принципами формирования образовательной системы. Поэтому ведическое образование, оно и не будет являться системой. Оно будет являться таким, знаете, местным вариантом единого образовательного процесса. Дело в том, что, вот если мы возьмем великих учителей человечества, мало у кого из них были государственные лицензии. И, тем не менее, память о них жива до сих пор, равно как и их вклад в духовное пробуждение и подвижничество среди людей. Если речь идет о духовной системе знаний, а в славянском мире хранится именно духовная система знаний с прикладными технологиями, которые, опять же, носят духовный характер, все, что магическое, оно носит духовный характер, то, естественно, что государство не охватывает эти сферы по спектру своего восприятия, по спектру своей работы. И поэтому данное направление, скорее всего, что даже и не будет восприниматься государством и социумом как что-то серьезное, как какая-то серьезная альтернатива или что-то в этом роде. И, грубо говоря, ведическое образование за пределами славянского мира воспринимать всерьез и не будут, потому что это чисто внутренние процессы. А демонстрировать, выпячивать их, безусловно, это привлечет лишнее внимание, которое... Не то чтобы было что скрывать, нет, здесь нечего скрывать, но когда речь идет о духовном, речь идет о сокровенном. А когда речь идет о сокровенном, то лицензии не нужны. Понимаете, здесь нет необходимости в получении лицензии для того, чтобы съездить на могилу к предкам, например, или изучать историю своего рода, или читать духовные книги, или просто собираться для того, чтобы кто-то мог обменяться знаниями чисто прикладного ли характера, вроде нумерологии, например, или еще какого-то направления, связанного с ведическим духовным истоком. И в этом плане, я думаю, что никакой лицензии здесь не будет, она и не нужна. Если кто-то захочет в этой тенденции просто подключиться для того, чтобы переключить внимание на себя, ну, если какие-то проходимцы, так скажем, появятся, люди нечестные и нечистые на руку с грязными помыслами, то время их выявит, как-никак время наш союзник. То есть, получается, на данном этапе оно являться тем официальным образованием не будет, и, может быть, в ближайшем каком-то, в обозримом будущем тоже не будет являться именно образованием, как это представляют наши соотечественники, живущие в современном мире, поскольку там происходит путаница между словами образования, знания и обучения. Вот если мы на это обратим внимание, то поймем, что все-таки это несколько разные моменты, и вот именно лицензия на образование, она не нужна, потому что образование – это образоваяние, образование, которое вкладывается с измольства, с молоком матери, ну так должно в всех случаях быть, или дополняется какими-то общинными общими делами, дополняется самообразованием и так далее. Вот в этом случае, да, с тобой согласен, что лицензия не нужна. А если мы говорим уже о державности, о которой ты упомянул, то в этом случае там это будет, ну, само собой разумеющееся, там это будет как раз первичной и основной сутью получения необходимых знаний и создания образа, видения этого мира у человека вот именно с измольства, именно с молоком матери. И тогда уже можно говорить про или лицензирование, или нелицензирование, но, скорее всего, там такие слова даже применяться не будут. Это просто будет само собой разумеющееся. И будет разделено, наконец-то, правильно разделено понятие образования и обучения, и получения знаний. Мне кажется, вот так. Ну, тогда еще один вопрос, который тоже возникает часто у людей, которые слышат о славянском и ведическом образовании. Они говорят, друзья мои, вы мне только объясните, пожалуйста, откуда вот эти знания берутся, про которые вы говорите? Ведь, ну, это все, о чем вы говорите, идет с каких-то там незапамятных времен, но нет ни писаний, ни учебников, ни книг каких-то. Все это, можно сказать, так сейчас рождается, прямо сейчас с пылу, с жару лепится, вот эти пирожки все. Откуда это все? Где эти самые программы? Где эти самые знания ведического образования? Да, благодарю, благодарю, Алексей. Вопрос очень правильный. Люди, которые задают этот вопрос, безусловно, проявляют осторожность. А осторожность – это великая добродетель в наше время, которая позволяет компенсировать излишнюю доверчивость. И поэтому действительно вопрос необходимо прояснить. У нас нет учебников, нет системы образования, нет государственного лицензирования, педагогов, там и много всего нет. Слава богу, нету и журналов с заполнением бесчисленных этих календарных и поурочных планов. Те, кто работали в школе, те помнят, насколько это утомительное дело, а главное, мало кому нужное. Ничего этого нет. Но у нас есть мир природы. А мы помним с вами, друзья, что одна из задач рассвета Сварага, мы об этом говорили в других эфирах, как раз смысл рассвета Сварага сводится к экологизации всех аспектов мышления. Экологизация означает наращивание взаимосвязи с миром природы. И частью ведического образования можно назвать процесс, когда человек просто возьмет и поедет, например, в лес или в горы, сядет в уединение и попробует послушать лес или послушать себя в лесу. И это является частью ведического образования. И вот почему как раз настолько забавным звучит вопрос о лицензировании, потому что это не такой образовательный процесс, как наблюдается в социуме. Он качественно иной. Он включает в себя, безусловно, лекционные какие-то моменты и семинарские, но это все вторичная форма. Итак, первый источник знаний, который у нас есть, это мир природы. Второй источник знаний, который у нас есть, это наш внутренний мир. А каждый из нас представляет собой неиссякаемый кладезь знаний. Вопрос в том, как их использовать, как их активировать, как научиться черпать знания из глубин себя. А для этого и существует изучение буквицы, благодаря которой человек обретает для себя такой превосходный инструмент, как потоковое состояние, находясь в котором человек продолжает черпать знания уже напрямую из себя, из глубин самого себя. Это второй источник знаний. И третий источник знаний, что, безусловно, тоже не нужно списывать со счета, это наши рода. И не только те рода, в которых что-то хранилось, какая-то система знаний передавалась из поколения в поколение, таких родов меньшинство, и просто бытовые, даже какие-то ситуации, связанные с родом и вопросы, проработка родовых программ, так их назовем, какие-то родовые закономерности, принципы. Погружаясь во все это, человек, изучая все это дело, человек выявляет определенные именно закономерности, принципы. И дальше он из этих принципов начинает замечать эти же принципы, которые замечал в своем роду и в социуме, например, среди своего ближайшего окружения. Но это подразумевает чуткость, чувство знания, опять же, искренность и честность с собой. То есть, это уже, вот если мы возьмем три источника, то есть, наш внутренний мир, мир природы и наши рода, это уже немало. Я уж молчу про то, что люди свои знания, вытаскивая через потоковое состояние из глубин самих себя, они это знание оформляли уже в виде каких-то книг, в виде лекции, в виде общения даже, на уровне того, что просто человеку пришло озарение какое-то, и он взял и поделился. Многих из таких людей я слышал на эфире, как раз на радио, вот здесь они были докладчиками, они тоже мыслят методом озарения, они распаковывают знания из глубин самих себя. По сути, ведическое образование представляет собой процесс систематизации уже извлеченных знаний. И люди черпают знания из глубин самих себя, делятся этим знанием, обсуждают, применяют его на практике, и дальше, поскольку это знание приходит больше такого абстрактного характера, солнечного, они начинают пытаться применить его, спроецировать на современные реалии, и находят ему адаптацию, то есть, посредством творчества происходит адаптация извлеченного из глубин внутреннего мира знания под современные реалии. Еще раз, чтобы не запутаться, смотрите, это простая схема, но важно ее именно запомнить. С помощью потока человек извлекает знания из себя, дальше это знание нужно, оно должно пройти стадию обкатки. Человек либо обменивается этими знаниями с другими, с близкими, и они начинают вместе обкатку этих знаний, либо же он обкатывает это знание сам и делится уже результатом. Знание не всегда находит свое применение в том виде, в котором оно было считано в современном мире, особенно если человек живет в мегаполисе, например, или в деревне. Это две таких крайние формы, где сложно реализовать ведическое наследие. Проще, это мелкие городки, пригороды и поселения. И вот там люди начинают экспериментировать, они словно начинают, вот грубо говоря, человек извлекает расстроенную гитару. И ему, вот он проводит по струнам этой гитары, не звучит, ему необходимо настроить эту гитару. И он настраивает гитару под камертон, под определенный принцип. Вот этот принцип, это рассвет сварага. Это и есть вот этот самый камертон, под который человек настраивает инструмент. Но сам инструмент, он, можно сказать, извлекает из своего внутреннего мира. И славянский мир наполнен знаниями, которые пришли из внутреннего мира самих людей. Сами же эти знания, как я уже говорил, пришли из потокового состояния, благодаря тому, что люди в потоке работают. Но перед этим была стадия выдачи определенных ключей. Ключи, как обрести это потоковое состояние. И именно потоковое состояние и есть вот эта сама работа в потоке, это и есть сокровенное зерно старой веры, если мы берем славянско-ведического направления. Одно из названий, если мы берем некоторые славянские духовно-философские школы, то огнем Инглии или потоком Инглии как раз и обозначается вот это потоковое состояние, где человек извлекает знания из глубин себя. Почему это считается священный огонь? Потому что те, кто в потоковом состоянии работают, вы помните, друзья, что человек испытывает даже физический жар, когда у него даже некоторые даже проводили небольшие замеры и говорили, что у человека пусть и незначительно, но даже повышается на время температура, когда он в потоковом режиме работает, в потоковом состоянии. То есть были выданы ключи. Ключи эти выдавались преимущественно в Асгардском духовном училище, были и другие источники, но наибольшее количество ключей было выдано, конечно, в Асгардском училище. И поэтому оно сыграло важную свою роль. Взяв ключи из Асгардского училища, люди начали применять их и научились владеть потоковым состоянием и начали извлекать знания из глубин себя. И это знание оформлять в виде лекций, книг, каких-то видеоматериалов и делиться этим с ближними. Дальше эти знания начали проходить процесс систематизации. Уже запустился этап свития, синтеза разных систем знаний. То есть один человек считал что-то одно, другое, другое, они обменялись наработками, взаимно друг друга обогатили. Таким образом, знаний в славянском мире уже достаточно много для того, чтобы качественно изменить свою жизнь. Но для того, чтобы реализовать все преимущества этого знания, этих знаний, необходимо их синтезировать, свить вместе. Эта работа сейчас и производится, и в большей или меньшей степени в этом заинтересованы все, кто двигает вектор ведического образования. И сейчас потихонечку запускаются процессы сближения между разными школами, которые уже представлены, и при этом еще и увеличение количества самих школ и образовательных инициатив. Я в очередной раз хочу обратить внимание наших радиослушателей, что слово образование это образоваяние, слово обучение это подача какой-то информации, каких-то знаний, какой-то энергии и получение навыков для применения чего-либо. Вот эти два понятия, они как постно-эспресно, вроде бы связаны друг с другом, но с другой стороны это самостоятельное совершенно понятие, и поэтому нужно вернуться к их исконному представлению, пониманию и усвоению, только тогда станет понятно, о чем мы здесь говорим в этой передаче, что не надо путать образование с обучением и просто с получением каких-то знаний или информации. И естественно надо сейчас понять, исходя из того, что я сказал, что средства массовой информации сегодняшней, они как раз и занимаются образованием. Они ничему вас особо и не учат. Есть, конечно, программы выходят обучающие, реально обучающие, где что-то рассказывают практически, как что-то приготовить, как правильно без ошибок писать, иностранные слова какие-то разбирают, ну мало ли что. Такие программы тоже есть по каким-то определенным каналам, ну в частности в России, но это именно обучающие. А вот образование это все остальное, но причем давайте посмотрим, а кто этим образованием занимается. Вот чужие дяди, тети, они вот просто или выполняют чьё-либо поручение, отрабатывая деньги, или по собственной инициативе, как им кажется и как они хотят, они занимаются образованием. То есть сделали, грубо говоря, шоу Дом-2. Образуют? Конечно, образуют. Вопрос, а какой образ они закладывают? Они же занимаются образованием, занимаются. Значит, образовательное ток-шоу, но является ли их образование полезным для человека с точки зрения изменившейся условий проживания, с точки зрения рассвета сварога, с точки зрения строительства державы, о котором мы говорим, с точки зрения здравомыслия людей. На мой взгляд, нет. Это уровень очень низкий, это уровень демонический, а подчас и бесовской, который ведет человека совсем в другую сторону, нежели туда, куда надо. Другие тоже какие-то передачи выходят, являются они образовательными или фильмы, или сериалы. Да, конечно, они закладывают определенный образ, они закладывают какие-то мировоззренческие основы, мышление натаскивают на что-то примитивное и так далее. Все это образование. Вот теперь давайте после этих примеров подумаем, а каким же образование должно быть у нас и каким его мы видим. Вот я сейчас свою точку зрения скажу, а дальше Андрей ее или разовьет, или подправит, или, может быть, вообще скажет все это ерунда. На мой взгляд, древности и ранее образование начиналось всегда с семьи. Вот как ребеночек родился, его принимала семья, и в этой семье были какие-то свои устои, порядки, и вот эти устои и порядки как раз и строились на ведической основе, которая полностью соответствовала принципу жить в ладу с природой, светочнить богов и предков, ну и по совести, естественно. И вот от этого все и у нас выстраивалось. И с молоком матери ребеночек себя в это образование впитывал, его образ строился. Дальше потом было общинное образование, когда нужно было ребеночку помимо семейного получить еще навыки жизни в общине. После этого, если ребенок был какой-то выдающейся личностью или в нем какая-то варновость была очень сильно проявлена, его могли взять на обучение и где продолжалось его образование в какие-то уже специализированные общины. Это могли быть казачьи или витязевые или жреческие общины. Или это могло быть не государственное, а державное образование, когда уже понимали, что это очень высокий уровень, этот ребенок пришел для какой-то определенной миссии. Это отдельный разговор. Но суть в том, что образовательная система, она существовала, но она проявлялась в первую очередь именно с дома, с общины. А сейчас все это вынесено за пределы дома, за пределы общины и образовывает кому не лень из голубых, так сказать, в прямом и переносном смысле экранов. Вот я сказал, что хотел, пожалуйста, тебе предоставляю слово для развития или корректировки или уничтожения той теории, которую я сказал. Да, благодарю, благодарю, Алексей. Ну, конечно, ничего корректировать или тем более аннулировать из того, что ты говорил, я не собираюсь, тем более, что я подписываюсь практически под каждым твоим словом, безусловно, ты изложил много достойных правильных мыслей. Хотелось бы начать с того, что действительно, что такое образование, наверное, нужно было подкорректировать этот момент. Ты дважды сакцентировал на этом внимание. Образоваяние, надо дать понимание, что есть образоваяние. Дело в том, что образы образом рознь. И образы мы точно так же, как и энергию, мы можем распределить по качеству вибраций. То есть, есть возвышенные образы, есть низменные, приземленные, грубые. И некоторые образы способствуют целям того вектора духовного развития, который мы называем рассвет сварага, то есть, в целом, утончению качества энергетического излучения. А есть со стороны человека и экологизация его энергообмена с окружающим миром. А есть образы, которые, наоборот, тормозят или откатывают человека назад. Это и есть, можно сказать, такая своего рода шахматная партия на образном уровне между образами разных частот и волновых излучений. И образы черные, это те, которые тянут человека вниз, качественно способствуя его ухудшению. Образы условно белые, это чистые, светлые, непорочные, которые запускают в нем процессы и поддерживают его на пути к утончению энергетического излучения. Образование это процесс генерирования образов определенного спектра, определенной частоты. Поэтому правильно ты сказал, приводя пример отдельных передач, что это тоже образование. И более того, если мы возьмем радио наше, на котором в эфире мы сейчас находимся, это тоже образование. Потому что идет процесс генерирования образов определенной частоты. И слава Богу высокой частоты. Что есть ведическое образование? То есть понятно, что это действительно не обучение. И форма обучения может какое-то время еще продержаться в качестве издержки, но потихонечку ее влияние исходит на нет. Потому что обучение подразумевает наличие ученика. А где ученик, там учитель. А где учитель, там ряд дополнительных трудностей. Потому что сейчас лучше сделать ставку на самообразование, на самообучение. Где люди занимаются самообразованием и при этом генерируют фон в помощь самообразования другим людям. Потому что где есть ученик, в ученике взращивается сегодня ведомость. В основном так, если мы возьмем преимущественно. А где есть учитель, там взращивается гордыня. Поэтому это в случае с кривой реализацией данных образов, потому что прямая парампора, это прямая передача знаний, это самый привлекательный вариант. Но на данный момент в славянском мире мы не можем реализовать данную форму. По той причине, что тех великих учителей, о которых говорят веды, в славянском мире сегодня много достойных и светлых людей, но мало кого действительно можно назвать учителем, даже если сам себя таковым позиционирует. То есть образование это процесс генерирования образов определенного спектра. Ведическое образование веды это знание. Это генерирование образов связанных с глубинным духовным знанием. Причем ведическое знание, вы все помните, это знание тянется с предыдущих, ну давайте скажем по современному, с предыдущих цивилизаций, которые были до потопа. То есть веды не как литература, а веды как знания, которые потом нашли отображение, в том числе в многочисленной литературе, это осколки научных знаний до потопных цивилизаций. То есть рассеяние, даарии, арктиды, гипербореи, арианы, как угодно называйте, смысл от этого не изменится. И эти знания были очень высокочастотными, люди не дотягивают до них сегодня, но они стремятся. И поэтому ведическое образование это по сути процесс генерирования светлых образов, связанных с предыдущими цивилизациями, то есть с теми знаниями, которые по спектру, по тактовой частоте куда более высокие, чем люди могут воспринять сегодня. Можно сказать, это может быть слышали такое выражение, отдельные авторы и духовные школы используют высокое знание. Вот оно как раз таки в русском языке это отображено высокое, то есть более высокое на уровне энергетического излучения. Поэтому можно сказать ведическое образование это процесс погружения людей, заинтересованных в этом, в образы светлого духовного характера, которые способствуют их качественному положительному изменению. Процесс наглядного обучения в виде семинаров, лекций, безусловно, он будет иметь место какое-то время, потому что люди так привыкли и им так проще. Безусловно, но постепенно, потихонечку эта система обучения, именно обучение будет отходить, замещаясь более совершенными аналогами и принципами. Но это все процесс медленный, основательный, постепенный. Сейчас очень важные задачи является свитие разных систем знаний, которые есть в славянском мире, которые были считаны в потоковом состоянии. Некоторые из них, правда, выдаются за то, что, дескать, хранители там шепнули, но это уже на совести тех людей, которые прикрываются образами хранителей, но при этом реальных контактов с ними не имели. К сожалению, в славянском мире есть такие люди, которые таким образом романтизируют свой образ и тем самым пытаются привлечь к себе дополнительное внимание для усиления своей значимости. Но опять же, на совести тех людей это не влияет на само знание, которое такие люди могут нести. Хотя здесь нельзя отвергать и то, что такие хранители на самом деле есть. Вопрос только, насколько правдив рассказ того или иного человека. Является ли это истиной, правдой, вышедшей из источника или это рассказы Мюнхгаузена? Да, безусловно, конечно. То есть, есть в славянском мире люди, которые действуют непосредственно по, можно сказать, по указанию хранителей и есть сами хранители, безусловно, а есть те, которые прикрываются образами хранителей и тоже выдают себя за операторов хранителей, но таковыми не являются. Кто есть кто, друзья, включайте голову, включайте чувство знания, думайте, анализируйте, делайте выводы самостоятельно, естественно, что никаких имен назвучиваться не будет. Ну что ж, давай, наверное, мы подведем итог сегодняшней нашей встречи. Я только в заключении хочу в очередной рассказать, что вопросы для будущих передач и эфиров вы можете присылать через форму обратной связи как на нашем радио, так и в группе Андрея Ивашко, так и в группе славянского радио ВКонтакте, например. В общем, любыми способами пишите, потому что от ваших предложений, ваших вопросов мы и будем отталкиваться, когда будем строить дальнейшие наши встречи и передачи. Также скажу, что Народное славянское радио это открытая площадка для обмена знаниями и мыслями, где производится свитие разных знаний, о чем говорил Андрей сегодня. И существует Народное славянское радио только на средства народа и для народа. Так что без вашей поддержки радио существовать в общем-то и не может. Но имейте в виду, что поддержка не ограничивается только материальными средствами в виде денежных купюр или переводов. Это как один из вариантов поддержки. Нас все-таки интересует больше, чтобы люди, вы, как слушатель, перестали быть просто слушателем, просто людиной и становились челу веком, азом, творцом. А для этого необходимо все-таки помимо финансовой поддержки еще принимать участие в самом радио, физически принимать участие, придумывать что-то, озвучивать что-то, сводить что-то, работать со звуком, с музыкой, с чем угодно. Вот помните об этом? Площадка, она хотя и народная, но народу пока участвует не так много. Ну вот, после такого вступления, вернее, после такого вброса информации, давай уже коротенько подведем итог сегодняшней нашей встречи. Да, хорошо, Алексей. Единственное, что я хотелось бы в двух словах сказать по поводу семьи, то, что ты говорил. Этот момент я что-то упустил из виду. Безусловно, конечно, ведическое образование начинается из семьи, но опыт показывает, что далеко не всегда и не во всех случаях люди в семье получают образы высоких вибраций, высокое знание. То есть, далеко не всегда фон, образный фон в семье соответствует ведическим устремлениям и реалиям. это означает, что человеку в таких случаях необходимо получать ведическое образование и самообразование для того, чтобы способствовать качественному изменению этого фона в лучшую сторону в своей семье, в своем роду. Потому что ситуация в родах напряженная, она непростая и она требует, конечно, безусловно, решения, в том числе и на образном уровне. Образный уровень это ментальный уровень, то есть, это уровень закладывания образов в ментальные слои. И ведическое образование это естественное развитие славянского мира. То есть, само развитие славянского мира привело к запуску процесса ведического образования и при этом само ведическое образование способствует дальнейшему взращиванию славянского мира, помогает ему проходить те уроки, которые славянскому миру нужно пройти. Все мы с вами, друзья, эволюционируем, проходя эти уроки И это здорово, хвала небесам, что эти уроки нам не спосылаются свыше, потому что, знаете, как есть такая шутка, что есть ситуации, которые вдохновляют совершенствоваться, а есть ситуации, которые мотивируют совершенствоваться. Вот так и здесь. Есть вот такие вот уроки, которые заставляют нас становиться лучше. Это задачи, которые требуют решения. И мы не сможем их решить, если качественно не изменимся в лучшую сторону. А для этого необходимо создать наиболее такой фон, в котором это было бы сделать продуктивнее. И вот задача ведического образования как раз-таки генерирование такого фона, в котором заинтересованный человек сможет качественно, быстро и в безопасном режиме измениться в лучшую сторону, утончить, повысить качество своего энергетического излучения, в результате чего он сможет считывать знания более высокого спектра. И потихонечку люди смогут в славянском мире стать более экологичными и благодаря этому более лучше, чище, и тем самым подадут пример преображению тех людей, которые находятся за пределами славянского мира. И на данный момент считают нас, знаете, кто там, кто сектой, кто сборищем каких-то недалеких людей, кто еще как. Вы сами знаете, как относятся к славянскому миру люди, находящиеся за его пределами. Это мнение изменится, когда славянский мир будет являть собой носителем преимущества, которое дает высокое знание. Короче говоря, когда славянский мир покажет преимущество того, чтобы быть духовно развитой личностью. А для этого нужно хотя бы себя превратить в таковую или во всяком случае сделать все возможное для этого и способствовать тем самым ближним. Это помните, как принцип общности, принцип буквицы и нить. Как раз в общине, в общности эволюция проходит быстрее и продуктивнее. Потому как раз таки это уже принцип, это уже другая тема, принцип формирования общин, где общины должны формироваться по принципу общих устремлений в духовном росте, а не на основе общих интересов, которые быстро проходят. Так что я желаю вам, друзья, успехов на пути бесконечного самосовершенствования, успехов в познании, желаю вам мудрости, силы, терпения, выдержки и умения работать в потоке, которое приведет к умению жить в потоке самой жизни. Благодарю вас за внимание. Благодарю. Маленькое уточнение перед тем, как закончить передачу. Я, когда говорил про семейное воспитание, я имел все-таки наши поконы, устои, которые древние. Естественно, в современном обществе такого мы практически не наблюдаем. И от каждого из нас зависит, насколько вот те поконы и устои, о которых мы говорим в наших передачах, они реализуются в нашем мире, насколько быстро. Это зависит от каждого. И еще задумайтесь каждый раз, когда вы о чем-то философствуете, когда вы просто живете, расслабляетесь, отдыхаете. Что вы передадите своим детям, кроме своей глупости? Вот это очень важно. Потому что сейчас большинство людей, кроме глупости, ничего другого передать по наследству не могут. Все бобрякушки, все остальное я не считаю. Итак, напоминаю, что мы говорили в сегодняшней передаче о ведическом образовании и его месте в современном славянском мире. С вами было Народное славянское радио, Алексей Орлов и Андрей Ивашко. Пишите вопросы, присылайте задания на развертывание какой-либо темы. Мы с радостью будем откликаться и будем делать, надеюсь, интересные и, что самое главное, полезные выпуски. Желаю всем добра, до новых встреч, услышимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова